Всем привет! С вами Диана Лао Ши и в сегодняшнем выпуске рубрики Chinese Please мы поговорим о лексике, которая пригодится вам на экзаменах. Погнали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Мы знаем, что сейчас пора экзаменов. Кто-то сдает ЕГЭ, кто-то сдает ОГЭ, кто-то сдает вступительный экзамен, мы уже в университет. Ребята, мы целиком и полностью разделяем все ваши тревоги и переживания. Держитесь, вы обязательно справитесь. Но для начала давайте выучим, как же пишется и произносится слово экзамен. Слово ПХАОШИ переводится и как существительный экзамен, и как глагол задавать экзамен. Если вы хотите сказать, что вы сдаете какой-то конкретный предмет, то тогда мы выкидываем слово ШИ, оставляем КХАО, и после него уже название предмета. Например, сдавать китайский язык. Сдавать математику. Сдавать литературу. Сдавать химию. Кто-то наверняка сдает физику, поэтому сдавать физику. И так далее. То есть подставляете любой предмет. После того, как вы сдали экзамен, наконец-то можно обсудить эту насущную тему со своими одноклассниками. Тут нам понадобятся такие фразы. То есть, как ты сдал. Или, например, такой вариант. Ты хорошо сдал или не очень? И вот варианты ответов. Например, вы сдали очень хорошо. Если вы сдали не очень хорошо, то можно сказать так. Не очень хорошо. Или похожий вариант. Ну, а если вы сдали достаточно нормально, не хорошо и не плохо, то вам пригодятся такие варианты ответов. Нормуль. Сойдет. Или Сойдет нормально. Кстати, есть очень прикольная легенда возникновения этой фразы. Мама, ху-ху. Буквально, лошадь, лошадь, тигр, тигр. Говорят, что Жилда был суперленивый художник, который сел, начал рисовать и нарисовал лошадь. Точнее, туловище лошади. Потом он ушел погулять, вернулся и понял, что ему неохота уже рисовать лошадь. Он хочет нарисовать тигр. Но, чтобы не начинать новый рисунок, он просто к этому туловищу лошади пририсовал голову тигра. С тех пор появилась фраза Мама, ху-ху, которая означает Коль, как, спустя рукава, небрежно. Продолжаем обсуждать, как прошел экзамен. И мне, например, всегда было интересно, кто сколько баллов получил. Ответить можно так. Допустим, вы получили 50 баллов. Я получил 50 баллов. Перед началом экзамена или даже небольшого диктантика все китайские преподаватели обязательно спросят у вас Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Что? А сейчас выучим фразочки, которые вы 100% услышите на самом экзамене. Например, экзамен скоро начнется. Или, внимание, экзамен начинается. Когда экзамен подходит к концу, вас обязательно предупредят об этом за 5, 10 или 15 минут. Ну, допустим, вас предупреждают за 5 минут до конца экзамена. А когда время уже совсем вышло, китайцы скажут Вот еще несколько фраз, которые вы наверняка услышите на экзамене. Нельзя пользоваться мобильными телефонами. БУ КОЙ ЙУУШУЧИ БУ КОЙ ЙУУШУЧИ БУ КОЙ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОУЧИ Мобильный телефон. Или есть такой вариант. Запрещено пользоваться мобильными телефонами. Еще наверняка ваши учителя попросят вас не списывать. Я уверена, вы сдадите все экзамены на самые высшие баллы, потому что вы огромные молодцы. Кстати, хотите изучать китайский язык вместе с нами? Оставляйте заявки по ссылке в описании. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться на наш канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok